Рассвет черного валютного рынка. В Елабужском институте провели ночь науки. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Аделина Абдрахманова. Казанский федеральный университет представил отчет о реализации проекта «Приоритет 2030» на 30-й сессии Госсовета Республики Татарстан. С докладом выступил временно исполняющий обязанности ректора Дмитрий Таюрский. Он отметил, что современные проекты университета необходимо включить в систему поддержки инновационных площадок, промышленных парков и предпринимательства. Одной из таких площадок должен в ближайшем будущем стать Технопарк КФУ. Напомним, что Технопарк был создан по инициативе ректора Ильша Дагафурова при поддержке руководства республики. 30 июля 2021 года разработанная нами программа была рассмотрена и поддержана специальным заседанием наблюдательного совета под председательством президента республики Татарстана Руставна Рогалеевича Мениханова. По итогам рассмотрения правительственной комиссии наша заявка успешно прошла отбор как на первом этапе для получения так называемой базовой части гранта, так и на втором для получения специальной части по направлению территориальное лидерство. Этот трек предполагает интеграцию университетов в социально-экономическое развитие территорий. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что все плановые значения программы развития были выполнены. Согласно новым правилам получателей гранта должны ежегодно отчитываться о результатах на заседании законодательного органа субъекта. Поэтому мы сегодня здесь. Нынешнее положение страны по-прежнему оставляет за собой след неоднозначности. В частности, особенно сильно это коснулось сферы экономики. Как только Центробанк оповестил Ирсиан об изменениях, касающихся нового порядка выдачи средств, став, вкладов и счетов граждан, тут же самые изощренные умы страны принялись повторять опыт 90-х, развернули ценевой валютный рынок. Подробнее об этом в нашем выпуске. Санкции западных стран в отношении России серьезно повлияли на курс рубля. Уже сейчас они создали условия для возникновения в стране черного рынка валюты, аналогично тому, который существовал в 90-е годы. Так в соцсетях стали появляться многочисленные каналы по запросам «обмен валюты» и «купить доллары». Большая часть из них была создана или активизировалась в первые две недели марта. Появление такого рынка было абсолютно ожидаемо. Я думаю, Центральный банк понимал, что черный рынок возникнет. Тем не менее, какой-то чрезвычайной экономической опасности для страны он не несет. Руководитель проекта «Общероссийский народный фронт» Евгения Лазарева предупредила о рисках подобных операций, спекуляции курса валюты и выдачи фальшивых купюр. По закону о валютном регулировании и валютном контроле такие действия без участия банков считаются незаконными и могут грозить уголовной ответственностью. Онлайн-операции чреваты потерей средств и хищением платежных реквизитов. В своем телеграм-канале председатель по конституционному законодательству Андрей Клишас упомянул, что Совет Федерации не планирует введение уголовной или административной ответственности для граждан за незаконные валютные операции. Также власти отмечают, что понимают желание людей купить доллары и евро, ведь оно вызвано ожиданиями увеличения курса. Это не влияет на официальный валютный курс, это не влияет на возможности импортеров оплачивать свои внешние обязательства. То есть опасность для экономики низкая. Поэтому я не думаю, что Центральный банк или правительство будут предпринимать какие-то чрезвычайные меры для того, чтобы с этим явлением бороться. Напомним, согласно закону о валютном регулировании и валютном контроле, оборот валюты без участия банков незаконен. Людмила Седунова, Фарид Захит Аглы, Универньюз. В Китайской Кремниевой долине введен локдаун. За минувшие сутки в городе Чэньчжэнь была зафиксирована мощнейшая с начала пандемии вспышка заболеваемости COVID-19. О том, какие последствия за собой повлечет карантин в мегаполисе, узнаем в следующем сюжете. Новая волна коронавируса накрыла китайский мегаполис Чэньчжэнь. До 20 марта власти 17-миллионного города объявили карантин. В большинстве случаев медики фиксируют у пациентов штамм стелс-омикрон, который распространяется значительно быстрее оригинального омикрона. Этот вариант коронавирусной инфекции, который вызвал повышение заболеваемости Китая, действительно самая крупная вспышка в Китае с самого начала пандемии коронавирусной, он на самом деле уже по всему миру достаточно широко распространился. И во многих странах он появился раньше, чем в Китае, в частности в Германии, в Дании и в других странах. Достаточно высокая сейчас тоже заболеваемость, вызванная ровно тем же самым вариантом. И в России он тоже есть. И заболеваемость, безусловно, начнет сейчас расти, хотя бы по той причине, что данный вариант обладает способностью вызывать реинфекции с высокой частотой. То есть люди, которые уже болели, еще раз заболевают коронавирусным, но к уже новым вариантам. Эксперты отмечают, омикрон сейчас находится на своем теоретическом пределе. По заразности вирус приблизился к коре, однако бороться с ним стало проще. Жесткие ограничения в рамках политики нулевой терпимости вынудили крупнейших производителей приостановить свою работу. Так свою деятельность временно прекратили заводы Volkswagen и Toyota. Помимо этого приостановили работу крупные производители электроники, занимающиеся сборкой техники Apple, Sony и Xiaomi. Россия в принципе тоже завязана во многом на Китае, но в первую очередь как поставщик сырья. В целом я подозреваю, что все-таки в большей степени сейчас на экономику России будут влиять санкции, которые вводят мировое сообщество, потому что Россия сильно зависит от импорта, в частности импорта полуопроводниковых. Но естественно, если еще и добавится экономический спад в Китае, то это тоже дополнительно ударит по России. По прогнозам специалистов, Китай может справиться с подъемом заболеваемости в кратчайшие сроки. За все время пандемии лучшие из лучших разрабатывали эффективные стратегии по борьбе с коронавирусом. Маргарита Михайлова, Фарид Захитагуи, Универньюз. На Татарстан надвигаются аномальные холода. Уже сегодня столбики термометров упадут до минус 25 градусов по Цельсию. Какие последствия может с собой повлечь это явление, узнаем в следующем сюжете. Температурные аномалии продолжаются. В республике уже практически месяц показания столбика термометра отклоняются от нормы. Ранее специалисты утверждали, что тепло придет в Татарстан в конце минувшей недели. Однако обстоятельства изменились. В ближайшие дни температура упадет до 24 градусов со знаком минус. Такие возмущения в Барическом поле возникают вследствие того, что одни участки земной поверхности отличаются по температуре от других. Так, например, Атлантика является генератором циклонов. Также акватории морей тоже могут являться очагами для формирования циклонов. Говоря о месяце в целом, пока первая половина месяца оказалась аномально холодной. Аномалия составляет около 4 градусов, минус 4 относительно нормы. Так, например, средняя температура последней декады должна составлять около минус 5 градусов, в то время как она составляет около минус 9 градусов. Эксперты уверяют, процесс протекает абсолютно естественным образом. Никаких вмешательств со стороны человека здесь нет. Однако в ближайшее время возможны новые аномалии. Метеорологи предупреждают, точность прогноза высока лишь на ближайшие три дня. Маргарита Михайлова, Универ Ньюс. Ночь – это, безусловно, всегда очень таинственно. Но когда она совмещена с чем-то действительно познавательным и увлекательным, то это еще и очень интересно. Елабужский институт вновь порадовал подрастающее поколение интеллектуальным новшеством. 15 марта в Елабужском институте Казанского федерального университета состоялось научно-познавательное мероприятие «Ночь науки». Традиционно для гостей института были открыты интерактивные площадки, на которых они могли окунуться в мир научных фактов, обучающих игр и экспериментов. Юные и взрослые елабужане познакомились с материальной культурой прикамья в археологическом музее, посетили занятия, посвященные основам криминалистики, а также приняли участие в тренингах по психологии. Я думаю, что посещая такие мероприятия, мы прививаем любовь к искусству, к науке нашим детям. И в дальнейшем они уже тянутся за нами, смотрят, какие замечательные здесь преподаватели. Мы очень сильно любим преподавателя по физике, его научные эксперименты. Они такие бытовые, элементарные, простые, но при этом очень познавательные. Помимо увлекательных научных занятий, гости Елабужского института также могли поучаствовать в мастер-классе по декоративно-прикладному искусству, а также научиться основам китайской каллиграфии. Несмотря на нестабильную по-прежнему эпидемиологическую ситуацию в стране, желающих поучаствовать в предложенных действиях было много. Отметим, что особенное внимание данное мероприятие вызвало у взрослых, но и трепет у детей не было предела. Ночь науки нам посоветовали друзья, и вот мы впервые пришли, и прям нам очень понравилось. Детишки уже прошли некоторые мастер-классы, мужья у нас на криминалистике. Сейчас мы тоже сами торопимся идти вот на другой мастер-класс, хотим все успеть пройти за эту ночь. Елабужский институт Казанского профессионального университета организует множество научно-познавательных мероприятий и всегда рад видеть в своих стенах всех елабужан и гостей города. На этом все. В студии была Аделина Абдрахманова. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!